Приветствую всех зрителей и особенно подписчиков, это канал Максимум. Давайте посмеемся вместе. У нас ведь президент такой затейник? Или не особо хочется? Известный казахстанский политолог назвал назначение экс-премьера Смаилова президентским троллингом. Назначение Алихана Смаилова на пост главы высшей аудиторской палаты можно рассматривать как проявление свойственного президенту Такаеву чувства юмора, написал в своих соцсетях Дания Рашимбаев. Теперь Смаилову предстоит в стенах парламента открытый и обстоятельно вскрыть нарушения бюджета, ошибки планирования и низкую эффективность, допущенные в бытность его самого премьер-министром. Жесткий президентский троллинг, отметил политолог. Напомню, экс-премьер накануне 1 апреля, и это не шутка, возглавил высшую аудиторскую палату Казахстана. Ранее от должности главы ВАП освободили Наталью Годунову. Это вызвало большой резонанс соцсетях и недоумение у политологов. Юмор президента становится каким-то совсем непонятным. А если шутка непонятна, то она и не смешная вовсе. Отставка Натальи Годунова из поста главы высшей аудиторской палаты вызывает много вопросов, замечает все тот же Ашимбаев. Стоит напомнить, что срок ее полномочий истекал только в ноябре 2027 года. Кроме того, именно Годунова, цитирую политолога, одна из наиболее уважаемых фигур в стране и известна своей принципиальностью. По данным рейтинга Центра социальных и политических исследований «Стратегия», за 4 квартал 2023 года она заняла второе место в рейтинге эффективности работы и четвертое место в рейтинге авторитетности, обращает внимание политолог. И, наверное, самое главное во всей этой движухе – в скором времени высшая аудиторская палата под управлением Годуновой должна была предоставить отчет по исполнению госорганами бюджета за 2023 год. Там должна была прозвучать и окончательная оценка реализации нацпроектов, пишет Ашимбаев. Теперь же проверка работы того же премьера Смаилова будет осуществляться самим же Смаиловым. Посмеемся вместе? Будем на связи.